Здравствуйте! В эфире Опер ТВ. Прямо сейчас все самое интересное о работе кузбасской полиции. Сегодня в выпуске. В погоне за миллионами. Торги на электронной бирже оказались для кузбассовца лишь игрой с мошенниками. Неправильные приоритеты. Водительские права для жителя Гурьевска оказались дороже безопасности собственных детей. Наша программа и участники акции «Мобильный патруль» продолжают бороться с дорожным хамством. О тех, кого следует опасаться на дорогах и о водителях, от которых стоит держаться подальше, наш первый сюжет. В Кемерове автолюбитель Накия Рио заставил понервничать тех, кто ехал в попутной машине. В районе пересечения улиц Тухачевского и Гагарина он не убедился в безопасности маневра и едва не устроил аварию. Сейчас это видео изучают сотрудники полиции. Проигнорировали правила дорожного движения и герои следующих кадров. Оба они попали в мобильный патруль за нарушение вблизи железнодорожных переездов. В Юргии водитель Вазовской десятки, невзирая на знаки, вылетел навстречу и прямо по ней ушел за горизонт. А в Новокузнецке автолюбитель на БМВ не только выехал на встречную полосу, так еще и не дождался разрешающего сигнала светофора. Куда спешили автолюбители, предстоит выяснить сотрудникам полиции. А это центр Кемерово. Водитель Пежо словно не заметил дорожный знак. Он сделал все в точности наоборот. Повернул налево там, где запрещено. За такую интерпретацию правил дорожного движения ему грозит административная ответственность. А вот водитель Хонда за самовольную трактовку правил уже поплатился рублем. За то, что вместо дороги он выбрал для движения тротуар, ему назначен штраф в размере 2000 рублей. Уважаемые зрители, если вы стали свидетелями правонарушения или преступления, снимите его на фото или видеокамеру. И пришлите материал в раздел «Мобильный патруль» на сайте закондефискусбас.ру. Автора лучшего ролика ждет награда от Общественного совета при Главном управлении МВД России по Кемеровской области. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Житель Гурьевска, о котором мы сейчас расскажем, и выпить любил, и пойти на необдуманный шаг. Точнее, поехать. Водительские права для него оказались дороже безопасности собственных детей. Чем это закончилось, смотрите далее. Водитель Влада Калина проигнорировал требования сотрудника ГИБДД об остановке и спровоцировал погоню. Но это, как выяснится позже, не самый безответственный его поступок. На большой скорости, не замечая пешеходов и светофоров, нарушитель попытался скрыться. К его преследованию подключились три экипажа. В результате на одной из улиц в частном секторе автоинспекторы взяли водителя в кольцо. Тихо, 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 у меня детика. Одного взгляда стражам порядка хватило, чтобы понять, водитель не трезв. Беспечность пьяного мужчины поразила сотрудников полиции. О своих маленьких пассажирах, жизни которых он неоднократно подвергал опасности, он вспомнил только, когда понял, что избежать ответственности ему уже не удастся. То, что с ребёнком вы ездите, вы не побоялись так убегать? Там маленький ребёнок на велосипеде катался на ручке, вы не побоялись так ездить? Я видел. У вас у самого ребёнок маленький, в машине сидит? Я видел, я притормозил. Десятилетняя девочка и её четырёхлетний брат даже не были пристёгнуты в машине. После поездки с папой дети были сильно напуганы. Приведённое свидетельствование на состояние опьянения подтвердило, что водитель был пьян. В отношении 37-летнего нарушителя сотрудники полиции составили 12 протоколов. Сумма наложенных на мужчину административных штрафов составила более 40 тысяч рублей. Также ему грозит лишение водительского удостоверения сроком на полтора года. Кроме того, за невыполнение требований сотрудников полиции об остановке транспортного средства он был на сутки арестован. Режим самоизоляции вносит коррективы в привычный ритм жизни. И многих автовладельцев интересует вопрос доступности государственных услуг по линии ГИБДД. Об этом мы сегодня поговорим с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Кузбасса подполковником полиции Андреем Лельковым. Андрей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли получить или, например, обменять водительское удостоверение? И проводятся ли в настоящее время экзамены для кандидатов в водители? Для того, чтобы заменить, продлить срок действия или получить дубликат водительского удостоверения, необходимо предварительно записаться через единый портал государственных и муниципальных услуг и подготовить все необходимые документы. Прием экзаменов мы также проводим. Для того, чтобы обеспечить защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции, сокращено количество человек в учебных группах кандидатов в водители, а также обеспечены все другие необходимые меры безопасности, в том числе по социальному дистанцированию. А если человек купил машину, как ее зарегистрировать? Госуслуги по регистрации транспортных средств мы также проводим, но осуществляем только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг. Что делать нашим зрителям, если возникла необходимость личного обращения в ГИБДД? Личный прием граждан временно приостановлен. Письменное обращение можно направить почтой или воспользоваться электронным сервисом на сайте гибдд.рф. Андрей Павлович, благодарю за разъяснение. Программа Опер ТВ предупреждает, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Накануне Кимировчанин привел в дом двух незнакомок и обменял у них все свои сбережения на билеты банка приколов. А житель Чебулинского района думал, что поймал удачу за хвост, играя на электронной бирже, но в результате лишился миллионов. Смотрите наш следующий сюжет и учитесь на чужих ошибках. У вас гармошка, у вас бодян. Как я люблю это все. Этой абсолютно подкупающей фразой мошенница мгновенно усыпила бдительность кимировчанина Леонида Возичева. Две незнакомки встретили пенсионера на улице, не представились соцработниками. Они вошли вместе с ним в квартиру. И пока одна аферистка обсуждала с хозяином нюансы игры на гармонии, вторая перешла к сути. Меняться будут деньги. Давайте я вам сделаю все, что-то все писала, писала, все записывала. Незнакомки попросили у пенсионеров все сбережения. Пересчитали купюры в общей сложности 530 тысяч рублей и сложили в конверт, наказав не открывать до их следующего визита. Но как только гости ушли, хозяйка заглянула внутрь. Дед говорит, что-то сомнительно. Ну-ка, сбегай в магазин. Побежал. Приходят, говорит, фальшивые. Сейчас пенсионеры рассказывают детали обмана следователю, который возбудил по факту мошенничества уголовное дело. Оперативники ведут поиски аферисток. История обмана жителя Чебулинского района началась полгода назад. В сентябре прошлого года ему по телефону предложили легкий заработок. Схема простая. Делаешь ставку, начинаешь торги и по команде брокера останавливаешь торговлю. Выигранное себе проценты брокеру. Теперь каждый вечер Виктор Федорович не телевизор смотрел, а играл на бирже. Валюта, золото, ценные бумаги – все шло в дело. Иногда ему даже казалось, что он действительно зарабатывает на электронных торгах по несколько сотен долларов за раз. И потом вот я успел 300 долларов увезти, 500 долларов увезти. На покупку активов для электронной биржи мужчина тратил сначала накопление, а потом и кредитные деньги. Но все чаще при выводе заработанного в программе происходил сбой, и операция останавливалась. Лжеброкеры уверяли, чем больше денег вносишь, тем выше шансы заработать миллионы и сорвать куш. В общей сложности, наверное, 3 миллиона 300 тысяч общего ущерба. В какой-то момент вкладывать стало больше нечего, и игра закончилась. Сейчас псевдоброкеры не выходят на связь. Учетная запись Виктора Федоровича заблокирована, и вернуть вложенные средства пока не удается. Установить и задержать злоумышленников – задача сотрудников полиции, к которым за помощью обратился потерпевший. Теперь за свою доверчивость он ежемесячно платит больше 50 тысяч рублей. На погашение кредита, который мужчина брал для игры на бирже, семья тратит практически все средства. Хотели переехать в Кемерово, немножко пожить. Мы кемеровские оба, чтобы там квартиру купить какую-то, но переехать. Но не сейчас именно, пока силы есть здесь на земле, пока пожить. Ну, а впоследствии туда переехать, улучшить материальное положение. Ну, вот, улучшили. Кузбасские полицейские отмечают, чтобы не стать жертвой аферистов, достаточно немногого. Не впускать посторонних к себе домой, не передавать деньги. И не верить в то, что большой заработок придет по клику компьютерной мыши. Продолжит нашу программу хроника добрых дел. В Новокузнецке полицейские нашли и вернули горожанину похищенный кроссовер. Иномарку стоимостью 700 тысяч рублей злоумышленник украл прямо от дома ее владельца. Сотрудники уголовного розыска провели огромную работу, чтобы раскрыть это преступление. В результате они задержали подозреваемого, которым оказался 48-летний прокопчанин. А сам автомобиль нашли в Новосибирске. Накануне полицейские вернули транспортное средство законному владельцу, который поблагодарил их за профессионализм. Очень большое спасибо. Я очень благодарен полиции. Уважаемые зрители, если вы готовы прийти на помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, приходите служить в полицию. Мы тебя ждем в полиции. Будут обо гордиться. Тут от востока и до столицы. Наша служба везде пригодится. Не пугает мы сложность работы. Да, нелегкая это задача. Зато отпуск почти два месяца. И работа хорошо оплачивается. Звоните 8 999 306 01 02. На сегодня это вся информация. Смотрите нас также на сайте опертв.ру. И следите за новостями в аккаунтах кузбасской полиции в социальных сетях. Всего вам доброго и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!